Вторая часть статьи Александра Неукрупного в репортере за 3 августа 2020 года. Москва-Минск. Три очень плохих сценария развязки. Теперь, собственно, о возможных сценариях. Фактически, Лукашенко обвинил Россию в попытке госпереворота в собственной стране. И, сути по его действиям, намерен эксплуатировать данную тему до конца. В принципе, дальнейшими шагами при развитии ситуации в нынешнем ключе вполне могут стать разрыв дипломатических связей и предельное обострение межгосударственных отношений. Но Александру Григорьевичу, скорее всего, нужно не это. Итак, сценарий первый от «Батьки». Москва, убоявшись перспективы выдачи своих граждан палачам из Киева, идет на действительно серьезной уступке, как минимум в вопросах поставок энергоносителей, вплоть до отмены налогового маневра или других не менее масштабных шагов, способных, по мнению Лукашенко, обеспечить дальнейшее более или менее безбедное существование Белорусских Эмиратов за счет российского бюджета. Александр Григорьевич, выиграв выборы, предстает перед собственным народом едва ли не всемогущим правителем эпического масштаба, способным Исмонду предотвратить и Кремль нагнуть по собственному хотению. Каковы перспективы для России? Цензурно тут выразиться крайне сложно. Во всяком случае, о каком-либо международном авторитете и весе страны, позволяющей захватывать своих граждан в заложники и безропотно выполняющей выставляемые при этом требования, говорить не приходится. Сценарий второй, половинчатый. Лукашенко использует нынешнюю ситуацию для дальнейшего нагнетания атмосферы в стране, ведения, если не чрезвычайного положения на время выборов или какой-то период после их проведения, то чего-то очень на него похожего. Под предлогом возможных массовых беспорядков, которые непременно будут устроены засланными казачками, если не закрутить гайки, до предела ограничивается свобода собраний, перемещений граждан и все остальные свободы, еще номинально имеющиеся в Беларуси. В глазах Запада при этом хитроумный батька, открыто проводящий самые настоящие политические репрессии, выглядит как бы борцом с российской агрессией. Это опять-таки по его искреннему убеждению спешит все, что сейчас там творится и даже некоторые гораздо более жесткие вещи, до которых дело вполне может дойти, если народ все-таки выйдет на улицы уже после заранее предопределенного волеизъявления. Ну а Москва, с Москвой потом помириться можно, стерпят, еще не такое терпели. Сценарий третий, самый негативный. Александр Григорьевич и впрямь решил сдать страну Западу. Вполне возможный вариант, насколько бы невероятным он на первый взгляд не казался. В конце концов, существуют у некоторых специфических контор методы убеждения и принуждения, перед которыми не могут устоять даже некоторые президенты. Примеры Кучмы Януковича, искренне уверовавшего в западной гарантии и едва не оставшегося без головы тому доказательства. Опять-таки, имея перед собой выбор между неминуемым Майданом с абсолютно непредсказуемыми последствиями и цивилизованной передачей власти, назначенному Западом преемнику, никакому не Тихановскому и не Цепкало, конечно, а хотя бы тому же Макею, Лукашенко может и поплыть. И почему бы наиглавнейшим условием для такой сделки не быть полнейшему разрыву отношений с Россией? Более того, созданию ситуации, после которой примирение между Москвой и Минской, Минском, извините, вне зависимости от фамилий тамошних лидеров, станет делом крайне проблематичным. Вот в таком формате можно ожидать чего угодно, вплоть до выдачи арестованных россиян или какой-то их части Украины. Надо сказать, третий сценарий сегодня практически никем не рассматривается и не принимается в расчет. А зря, как бы потом поздно не было. В любом случае, время покажет. Однако, хороших вариантов развития отношений между нынешним Минском и Москвой уже сегодня фактически не просматривается. Это была вторая часть статьи Александра Неукрупного «Москва, Минск. Три очень плохих сценария развязки».